Наш сегодняшний урок посвящен истории византийской цивилизации. Никому не нужно объяснять, какую роль Византия играла в истории средневековой Европы и особенно в истории средневековой России. Достаточно вспомнить только то, что Киевская Русь получила христианство в 1988 году именно из рук Византии. Об этом и о многих других событиях мы с вами сегодня и поговорим. Вообще, само понятие Византия является условным, оно появилось после того, как само византийское государство исчезло с лица земли. Это понятие было разработано учеными вместо термина «Римская империя». Собственно, сами византийцы называли свое государство Римом, Римской империей, хотя большую часть истории Византии Рим не входил в состав этого государства. Себя же они называли ромеями, то есть римлянами. Таким образом, понятие Второго Рима, Константинополя, вполне актуально перекликалось с понятием Первого Рима, оставшегося на территории Италии. Первый Рим находился под контролем совсем других государств, а Константинополь считал себя с полным правом на то преемником римского государства, римской культуры и продолжением существования Римской империи. Правда, уже в VII веке официальным языком Византии, как мы ее называем, стал греческий, а не латынь, как это было до того момента. Римлянами, наследниками и потомками римских императоров правители считали себя до последних лет историей существования этого государства. Период своего расцвета Византия переживает в самом начале. Это время приходится на эпоху правления императора Юстиниана, который находился у власти с 527 по 565 годы. Императору Юстиниану принадлежат многочисленные заслуги в истории Византии. В частности, благодаря завоевательным походам, предпринятым в эпоху его правления, византийцам удалось, правда, очень ненадолго завоевать Италию и включить таки Рим в состав своей державы. Но довольно быстро эти территории были потеряны, а арабские завоевания, которые начинаются в VII веке, и вовсе свели территорию Византии к минимуму. Вообще, вся история византийского государства – это история постепенного сокращения территории, которая находилась под контролем византийских императоров. Второй важный момент истории Византии времен Юстиниана, на этот раз уже не внешнеполитический, а внутриполитический, заключался в том, что этим императором был создан свод гражданского права. Это самый настоящий свод законов, которые действовали в Византии и в соседних государствах на протяжении многих веков. Свод гражданского права Юстиниана состоял из нескольких частей. Первая часть – это институция, инструкция о том, как пользоваться этим сводом. Сюда же входила вторая часть, которая называлась Кодекс. Здесь были соединены законы императоров, правивших в Риме и в Византии во II-VI веках, то есть предшественников Юстиниана. Далее шли дегесты, это выдержки из сочинений римских юристов. И, наконец, четвертая часть новеллы включала законы, которые были составлены самим Юстинианом. Смысл этого свода гражданского права заключался не только в том, что все законы наконец-то были собраны под одной обложкой, хотя и это было немало, но в том, что свод гражданского права Юстиниана предопределил характеристики существования государства в Византии, а в какой-то степени и в западноевропейских странах, да и в России, не только времен Киевской Руси, но и гораздо более поздних эпох. Именно в этом своде гражданского права было закреплено положение о верховной неограниченной власти императора. Безусловно, речь не шла об абсолютной монархии, но речь шла об очень сильной императорской власти и возможности императора вмешиваться в любые социальные, экономические и тем более политические процессы на территории подвластного ему государства. Именно в этом своде гражданского права был закреплен и момент, связывающий императорскую власть с православной церковью. Слияние церкви и государства в целом стало характерной чертой европейского средневековья в немалой степени именно под влиянием тех текстов, которые были созданы византийским императором середины VI века. Конечно, это время все равно оставалось неспокойным. В самом начале эпохи правления Юстиниана произошло восстание Ника, когда социальные низы подняли бунт в самом городе Константинополе. Существовали восстания и на окраинах империи Юстиниана. Именно в это время, в VI и тем более в VII веке, с севера границы Византии начинают активно тревожить славяне. Но наиболее серьезная угроза пришла в 637 году, когда на южных рубежах византийского государства появились арабы. Они очень быстро, буквально за считанные годы, отняли у Византии огромные территории в Восточном Средиземноморье и в Северной Африке. Византийская империя начиная с этого момента стала ограничиваться территорией Балканского полуострова и полуострова Малая Азия. Все равно она продолжала называться империей, хотя этот имперский статус она будет сохранять до своих последних дней. Тем не менее титулатура византийских императоров все-таки изменилась. В 610-641 годах, когда как раз арабы и появляются на византийских границах, в этом государстве правит император Ираклий. Такое имя обусловлено тем, что Ираклий имел армянское происхождение. Именно он перевел всю документацию в Византии на греческий язык. Дело производства отныне велось не на латыни, как это было ранее, а на греческом языке, понятном подавляющему большинству жителей его государства. Императорский титул он сменил на греческий по своему происхождению титул базилевс. Собственно базилевсами мы и называем византийских императоров, которые правили начиная с VII века и заканчивая последними годами существования Византии. Если политическое влияние византийских императоров постепенно сокращалось, то увеличивалось влияние культурное. Именно из рук Византии христианство в IX-X веках получают такие территории, как Болгария, Сербия и даже Киевская Русь. Не всякого сомнения, это культурное влияние позволяло Византии заключать и выгодные экономические соглашения. В частности, с народами, населявшими территорию Киевской Руси, византийцы торговали задолго до того, как там даже появилось государство, не говоря уже о принятии христианства в 1988 году. Донация культуры означала не только привнесение христианства, но и появление на прилегающих территориях многих канонов византийского изобразительного искусства, архитектуры, живописи и прочих. В частности, когда мы говорим с вами о русской средневековой культуре, мы должны учитывать, что и тип храмов был привнесен из Византии и искусства, мозаики и фрески, и практически все жанры русской средневековой литературы в той или иной степени производны от византийских. Речь идет не только о жанрах, имевших отношение к церкви, таких, к примеру, как жития святых, но и о жанрах вполне светских. В частности, летописание на Руси зародилось под непосредственным влиянием византийского летописания. Подобные русским летописям тексты в Византии составлялись задолго до появления государства Киевская Русь. Однако христианство сыграло в значительной степени не только объединительную, но и разделительную роль в истории Византии. Дело в том, что именно здесь в VIII-IX веках идет такое движение, как икона борчества, когда проблемы в управлении страной сопровождаются еще и значительными религиозными проблемами. Но вообще, когда мы говорим о Византийской церкви, мы, безусловно, не можем с вами пройти мимо 1054 года. В этом году состоялся великий раскол, так называемая схизма между православной и католической церквями. Когда мы обсуждали с вами позднюю Римскую империю, то мы говорили о том, что Константинопольский патриарх, а патриархи, кстати, существовали не только в этом городе, но и в других центрах восточного христианства в Восточном Средиземноморье, не соглашались с политикой римских пап. И, безусловно, догмат о непогрешимости римского папа явно не мог устраивать восточных иерархов еще в IV веке, не говоря уже об XI. Но именно в 1054 году произошел последний, если хотите, раунд этой борьбы. Иными словами, Константинопольский патриарх и римский папа предали друг друга анафемии и фактически запретили друг другу управлять церковью. Впрочем, на проклятие со стороны своего визави ни Константинопольский патриарх, ни папа римский не ответили. Взаимные проклятия и отлучения от церкви были сняты только в 1960-е годы. То есть этот конфликт продолжался более 900 лет и не исчерпан до сегодняшнего дня. Вы прекрасно знаете, что церковь и ныне разделена на католическую и православную. Правда, в XVI веке добавился еще и протестантизм. Византийская история богата не только событиями культурными, но и событиями политическими. Очень часто Россию сравнивают в этом плане с Византией, говоря о том, что в России существуют прямо-таки византийские порядки. Обычно упоминая о Византии в этом контексте имеют в виду постоянные заговоры, политические сложности, моменты, связанные с гражданскими войнами и междоусобицами, которыми история Византии была столь богата. Историки традиционно объясняют все эти многочисленные раз при большим количествах династий, которые правили в Византии, и борьбой представителей этих династий за власть. Вне всякого сомнения, каждый из них хотел как можно шире распространить свое влияние в Византии, что приводило, безусловно, к дворцовым переворотам. Впрочем, эти дворцовые перевороты нередко поднимались и не знатью, а простыми людьми, которые требовали проведения каких-то реформ. В частности, несколько подобных переворотов было проведено под влиянием городских низов Константинополя. Впрочем, в любом средневековом городе городские низы определенную роль все-таки играли. Постоянное уменьшение территории Византии и междоусобицы, которые царили в этом регионе, привели к тому, что византийское государство очень быстро ослабело. Во времена крестовых походов Византия переживает очередную полосу упадка. Дело в том, что армия крестоносцев, проходившая через ее территорию, конечно, стабилизирующим фактором не являлись никак. А в 1204 году произошло событие, которое, в общем-то, и покончилось с Византией как правоприемницей Римской империи. В этом году солдаты, принимавшие участие в четвертом крестовом походе, захватили Константинополь. Причиной такого отношения западноевропейских крестоносцев было то, что Византия все равно оставалась достаточно серьезным конкурентом западноевропейских государств. В частности, серьезнейшим соперником Византия была для Венеции, а венецианские купцы, венецианские дож, вообще все венецианское государство было чуть ли не официальным спонсором четвертого крестового похода. Венецианцам удалось убедить солдат в том, что Константинополь станет для них добычей гораздо лучшей, а самое главное более легкой. Безусловно, византийцы и их император никак не ожидали того, что крестоносное войско вдруг окажется их противником. В результате в 1204 году Константинополь пал. На обломках разрушенной империи крестоносцы создали собственное государство, которое получило название Латинская империя. Впрочем, оно просуществовало не слишком долго и 100 лет оно не продержалось на карте Балканского полуострова. А пало оно по тем же самым причинам, по которым ослабела и сама Византия. Это были многочисленные внутренние распри и борьба за влияние. Впрочем, через какое-то время Византия пережила период своего возрождения. Через несколько лет после того, как само византийское государство прекратило свое существование, на восточном берегу пролива Босфор, точнее на территории полуострова Малая Азия, было создано новое государство, как некий реликт, некий остаток Византии. По городу Никея оно получило название Никейская империя. Люди, которые жили в Никейской империи, считали себя правоприемниками Византии с политической и социальной точки зрения. Здесь были все те же самые компоненты. Это был и греческий язык, и христианство. Но с этнической точки зрения Никейская империя от Византии уже несколько отличалась. Впрочем, войны между этой империей, которую империей можно называть главным образом в шутку, ее земли были очень небольшими, с крестоносцами привели к тому, что в 1261 году, после прекращения существования Латинской империи, жители Никеи отвоевали Константинополь и официально восстановили Византию. Впрочем, этот последний период существования византийского государства оказался очень непродолжительным. Территория Византии продолжала сжиматься, главным образом теперь уже под ударами турок, которые к этому времени освоили территорию полуострова Малая Азия. В конце концов, в последние годы существования территория Византийской империи, которая империей продолжала все еще называться, включала в себя только город Константинополь и совсем небольшие участки земли на европейском берегу пролива Босфор. В общем-то, эта территория была даже меньше, чем те небольшие европейские земли, которые ныне занимает Турция. Ну а в 1453 году и этому небольшому государству, пусть и сохранявшему свое пышное название, пришел конец, когда войска турецкого султана захватили Константинополь и вскоре турецкий султан превратил этот город в столицу своего государства Османской империи. Не всякого сомнения, Византия, пусть и не была в течение длительного времени государством крупным, сохраняла свое влияние в Европе на протяжении всей той тысячи лет, которая была ей отпущена. Культурное влияние Византии проявлялось и в христианстве, и в том, что византийскими учеными было создано огромное количество различных научных теорий, которые впоследствии были использованы и в современной науке продолжают использоваться до сегодняшнего дня, это и влияние изобразительного искусства и даже тот факт, что именно в Византии, по большому счету, была создана та письменность, которой мы пользуемся с вами сегодня, это кириллица. Именно поэтому, даже если и конец Византии оказался не столь славным, как у других империй, о значении этого государства мы можем с вами говорить очень долго. На этом наш урок о византийской цивилизации окончен. Спасибо за внимание.